Привет, друзья! Мы продолжаем играть за Сассанитов. Я напомню, что играем на максимальной сложности, играем в Аддон Крим Тотал Вар под названием Нашествие Варваров. В принципе, да, давайте я вспомню быстренько, на чём я остановился. Потому что, честно говоря, я уже и не помню. Так, Мельхиор. В общем-то, такая вот небольшая армия двигается, скорее всего, к Петре. Ясно. Это понятно. Так, Джованшир. В общем-то, осаждает Тарс. Тарсу пять ходов осталось. С этим тоже мне, по крайней мере, всё понятно. Так, ну здесь вроде бы тихо и спокойно всё. Так, Арсакия чем-то недовольна. Ну, семьдесят, нормально. В принципе, семьдесят. Кстати, Думата тоже недовольна. Так, у нас в казне двадцать тысяч. И я так понимаю, что... Как бы построить я ничего больше не могу. Так, ну выходим вроде бы на двадцать девять тысяч. Отлично. Так, что у нас по дипломатии? Союзники? Гунны, готы, сарматы, вандалы. Саксы, бургунды, берберы и мятежники Восточной Римской империи. Из врагов у нас только Восточная Римская империя. Так, ну что ж, отлично. Чудесно прямо. То, что надо. А вот что надо... Вообще бы шпиону надо бы. Да, мой господин. Ага. Да, мой господин. Давайте еще одного шпиона в Седоне закажем. И в Хаттрии. Хе, хе, и в Каттайсе. Хорошо. А, ну и здесь вот, в Вартаксарте. Так, короче, заказал дофига шпионов. В принципе, да, еще не подумал зачем, но я думаю, под конец серии, может быть, что-нибудь придумаю. Для чего они будут нужны. Пока что еще особо смутно себе это представляю. Так, ну что ж, хорошо. В принципе, все понятно. Так, Кост Гот и есть, оказывается. Да, причем, смотрите, они враги Гуннам и Готам. Так, хорошо, ну вроде бы... Вроде бы пока что понятно. Давайте сдадим ход. Так, мятеж в Саламисе. Да, налоги придется понизить. Так, груднички, давайте построим. Так, хорошо, шпиона перевезем. Объявлена война британские римляне-кельты. Эти две фракции объявили другую войну. Из этого положения можно извлечь выгоду. Британские римляне-кельты. То есть, насколько я понимаю, появились бриты, да? Или как, брита-римляне. Возникла новая фракция британские римляне. Возникла новая фракция, к ней нужно относиться как государство, а не как мятежника. Возможно, стоит воспользоваться ситуацией и объединиться с ними в борьбе против наших противников. То есть, я, насколько знаю, может быть, я ошибаюсь, вы, конечно, поправьте меня в комментариях, но вроде бы британские римляне появляются после захвата кельтами именно вот Британии. Вполне вероятно, что кельты... Сейчас мы это проверим. Отчасти, конечно. Да, ну кельты враги Западной Римской империи. В принципе, они, да, они, ну, как вариант, могли захватить Британию. Ну, не знаю, в общем-то, интересно, появились вот готы, появились бритто-римляне, римляне-британцы. Но учили семьи Бахрам. Также у нас совершеннолетним стал Сир. Мессир. Недоверчивый, сообразительный, плодовитость. Об этом лучше помолчать. Повышает вероятность рождения детей. Хороший командир, опытный командир кавалерии, зарастриец. Так, ну отлично, этот парень у нас будет губернатором. Скорее всего. Где-то. Ну вот, хотя бы, вот в этой вот Артаксарте. Кстати, здесь вот башенку можно построить. Так, чудесно. Что-то у нас здесь много чего построилось. Так, кстати, 25 тысяч. Так, ага, да-да-да, шпионы, шпионы. Они самые. Никто меня не увидит. Кады кончились, господин. Мой повелитель. Марш! Так, ну да, придется осадить Петру. Хе-хе. Тоже сказал, придется осадить. Хе-хе. Ну придется, да. Хе-хе. Придется осадить Петру. Господин! Так, хорошо. Синопо, а че Синопо? Ааа, так здесь Зарастризм уже вызывает беспорядки. Так, эээ. Так, прошу прощения, я не то сделал. Это нужно ломать. Вот так вот строить. Если тут уже Зарастризм вызывает беспорядки, то да, нужно переделывать. Топ-сомневался-то. Мой повелитель. Что ты такой хитрый? Хаты кончились, мой повелитель. Так. Эквитий Флавии. 38 лет. Даже наемную баллисту нанял этот парень. Молодец. Молодец. Так, я в общем-то в Хатрида построил агент. Не слышу. Так, ну да. В общем-то, агента я построил. Сейчас остаётся придумать. Кто умрёт сегодня? Остаётся придумать, как бы, куда его использовать. Он мёрт. Так, хорошо. Кады кончились, господин. Так, катаясь, катаясь. Так, ну одного можно вот сюда вот, чтобы здесь просматривать. Так, вообще бы было бы неплохо, наверное. Ничего себе. А здесь тоже зарастризм вызывает беспорядки. Так, волнение. Ну, вера, да. 5% всего лишь. Так, и это 15%. Ну да, здесь здесь зарастризм вызывает беспорядки. Но правда христианство сильнее. Так, нам, думаю, придётся, наверное, ещё пехотки построить. Мой повелитель. Так, чего у нас здесь? 55. Могучий полководец. Так, тут же 55. Ага, этих нельзя переобучать. Так, в общем-то, давайте, наверное, начнём рассаживать деньги. Давайте, да, вот, севооборот в хатре. Так, ну, здесь строится. Так, думаю, это тоже, ну, смотрите. Ну, здесь, вот, здесь христианство уже вызывает беспорядки. Так, в Арсаге тоже не всё в порядке. Поэтому тоже придётся понизить налоги. Александрия. Ну, здравствуй, Александрия. Так, ну, здесь в принципе мы догнали, да, вот, смотрите. Зарастризм 20%, христианство 25%. Так, ну, это закон даёт. Это товары. Лобное место Людус Магна. Ага, 15% Зарастризма прижёт. Хотя, по-моему, это римская Людус Магна. Сейчас, секундочку, давайте посмотрим. У нас вот так вот переписчик или нет? Так, да, у нас называется Большая Школа. Вот Академия, Переписчик и Большая Школа. Да и выглядит по-другому. Так, а здесь смотрите, да, прошу прощения, вот Людус Магна, но она даёт Зарастризм 15%. Странно, я думал, что она просто будет давать счастье 15% и думал, как бы перестроить её. Давайте вот штаб тайной полиции в Александрии. Андреи. Так, Саламис, я уже вроде бы смотрел. Синопот тоже вроде бы разобрался. Кстати, так, господин! Кстати, может быть есть наёмники. Так, может быть лучников вытащить? Так, ну конницы и вообще да, это у нас Клебинарии, это же стреляющая конница и лучников много у меня. Пехоты скорее всего не хватает. Всё, синяя морда 75, нормально. Из Сазареи не вытащить. Хотя здесь смотрите, 5% христианства вызывает. Христианс воздействует почти, почти ушло. Ага, видите, за 1-3-3-5% христианства 30. Ну да, вот потихонечку мы в принципе меняем религию завоёванных провинций. Сидон, кстати. Давайте тоже вот переписчика как бы, ну не знаю, хотелось бы мирно всё это сделать, мой повелитель. Поменяйте религию, чтобы не был бунтов, чтобы не было никаких проблем. Так, вроде бы я здесь заметил. Ага, заметил. Победа за нами оборучен. Так, давайте да, вот их быстренько постреляем. Но постреляем. Сегодня день великих подвигов, Так что наша слава прогремит по всему миру. Всюду, где люди восхищаются храбростью, они будут произносить наши имена. И не забудьте главное. Боги следят за нами. Так пусть же им не будет стыдно. А теперь в атаку. Так, хорошо, ну вообще бы я подождал бы, потому что песчаная буря. Так, ну да, песчаная буря миновала. Теперь можно в принципе и размещаться. Ну, да пусть будет так, ладно. Где они? Ох, ё-моё, так чё ж вы так далеко, ребятки? Не-не-не, вы далековато что-то встали. Отряды! Отряды! Так, хорошо, начинаем. Отстрел, обстрел, отстрел, перестрел, огнестрел. Нет, огнестрел не подходит. Так, ну да и ладно, да, вот. Начинаем выносить курдскую метательную пехоту. Крестьяне тут ещё ринулись в атаку. Так, ну нормально так вот. Выкашивается лёгкая пехота, хорошо. Крестьяне выкашиваются, тоже замечательно. Так, вот нужно бы немножко равномерней распределить войска. Так, отлично. Вообще бы, да, по-хорошему вот этих вот застрельщиков переобучить бы. Да, потому что вот 19 здесь вообще, 38, 35, 37. Некоторые части, да, вот понесли потери. Так, вообще-то я предлагаю... Поближе. Я предлагаю подойти поближе. Так-то ж, хитрый генерал. Ну, себе быстренько отбежал, да? Блин, да... Так не пойдёт. Так не пойдёт, потому что, да, нужно их перестрелять. Так, или мне кажется, или у римлян такие генералы. Именно такие войска. Ну, да, смотрите. Похоже на то, что римский генерал какой-то. Так, а что вы это перестали? Что вы перестали стрелять, ребята? Значит, я тут сижу, рассматриваю мятежного генерала повстанцев. Враги трусливо бежали. Вытесним их с поля боя. Завершаем. Победа за вами. И никто не посмеет назвать её недостойной или незаслуженной. Так, поняли? Никто в комментариях не посмеет назвать эту победу недостойной или незаслуженной. Победа за нами, о могучий. Так, хорошо. Мой повелитель. Давайте, наверное, орёт. А, на два отряда крестьян. Побущественные, владыка. Я думаю, переобучим в Ктисифоне. Хотя здесь... Здесь не максимальный уровень оружейника. Ага, ну, в Александри... О, в Антиохии, прошу прощения, тоже. В принципе, ну, в Ктисифоне переобучим. Что-то я... Думал, что я здесь построил максимальный уровень оружейника. Да, бывает в жизни разочарование. Такое бывает. Так, ну, вроде бы всё. Кстати, кстати... Так, а у меня нету какого-нибудь полководца. Мой повелитель. Кто бы... Кто бы вот прям... Нарсесс. Что за Нарсесс? Ага, просто Зарастриец. 27 лет и просто как бы ты... Ты как бы не имеешь никакой характеристики, и ты, скорее всего... Ты, скорее всего, пойдёшь... Вернее, не сам пойдёшь. Ты поведёшь нашу армию на... На Анкиру. Конечно, на Анкиру. Блин, Стрелков строит. М-да. Блин, я ж... Не могу терпеть. Мне ж так хочется узнать, что здесь творится, а? Ну, ладно, уже там вот как бы здесь вот... Ну, непонятно, да? Но здесь хотя бы узнать. Слышу. Где гунны? Где вандалы? Где Остготы? Куда они пошли? Что они делают? Сколько тебе лет, парень? 38. Так, ты, короче, идёшь у нас... И посмотришь. И доложишь мне, да, вот. В письменном виде. Что там происходит? Так, а я, наверное, ещё тогда шпиончиков... Построю. Так, в принципе, нормально. Нормально. Так, вообще бы кораблик один в Александрии было бы неплохо построить. Приказы. Угу. Ммм. Так, хорошо. Тарс, походу, никуда не денется. Всё равно разденется. Так, хорошо, давайте сдадим следующий ход, но перед этим посмотрим финансы. Так, ну хорошо, 23 тысячи. Вернее, на 23 тысячи выходим. Корабли готовы. Ого. Ну да. Сдаём ход. Наши корабли атакованы. Незначительная победа. Уже неплохо. Так, антиохи уже, да? Ну я видел. Я видел, так что не надо. Сюда шпион залез. Так, а не лучше ли мне шпиона сюда вот в Антиохию закинуть? Так, ну 60, да, 60. По-другому никак не выйдет. Объявлена война вандал из Западной Римской империи. Эти две фракции объявили друг другу войну. Из этого положения можно извлечь выгоду. Да, именно наши сосанитские приятели. Они прям такие вот выгодные морды все. Кстати, да, вот давайте Зарастрийский храм в Синопе построим. Корабли готовы. Да, мой господин. Так, хорошо. Кто умрет сегодня? Воля ваша. Кады стен. Ну да, 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 ты прав. Я до тебя не достану пока что. Готовьтесь к бою. Так, ну два отряда крестьян, ребята, ну, автобоем, да? Семейная трагедия Эсфирь. Прям как в Священном Писании. Да, там тоже была Эсфирь. Эта госпожа лежит на своем смертном адре, и плакальщики бьют себя в грудь и воют от горя по ее кончине. Эсфирь. А давайте глянем. Что же это за мадама такая была, и отчего она умерла? Ага, да, это жена нашего лидера фракции. Сосаницкого царя Шапура. Так, родилась в 315-м и мирно скончалась в 378-м году нашей эры. Ну, в принципе, да, она прожила, прожила довольно-таки долгую жизнь. Так что, в принципе, ну... Нормально. Так, я вообще предлагаю укрепить линию Кавказа. То есть, вот эти вот наши кавказские города. Давайте укреплять. Я выполню любой приказ. Иду. Ходов больше нет влады. Так, земли алланов ничейные. Так, ну, в общем-то, вандалы, да, начали войну с... Приказы. Как его? С Западно-Римской империи. Мой повелитель. Не, ну, ты охренел, что ли? Приказы. Господин! Господин! Могучий полководец. Так, ну, здесь тоже не вижу смысла, ребятки. Автобоем все. Чтобы экономить время, потому что... Славная победа! Так, у нас просто не хватит никаких... Никаких серий на... Каждую битву. Так, 12 тысяч осталось. Да, кстати, вот Мельхиор... Осадит Петру. Четыре хода. Ха-ха, я-то думал. А я-то думал, да, забирайте, пожалуйста. Помните, как в том фильме, да? Я-то думал, да, забирайте. Ты по что царские земли разбазариваешь? Так, хорошо. Так, ну, вроде бы здесь все построено. Вернее, строится. Прошу прощения, да. Но все-таки же нужно же быть точным. Так, в Александрии придется понизить налоги. Люди недовольны. Так, отлично, еще одна армия есть. Есть 12 тысяч. Куда они пришли? Где вандалы? Жду вашей команды. Так, ну не здесь. Я не могу этого сделать. Да, дипломатам, да, особо так не разведаешь обстановку. Это нужно шпионами. Это нужно все шпионами разведывать. Так, 684 человека. А нужно 2000. Так, ну да. Можно понизить налоги, но дома-то... Пускай развивается, бог с ним. Пускай развивается уже как-нибудь. Так, ну да. Давайте зададим следующий ход. Так, мне кажется, здесь шпионами искать больше нечего. На востоке здесь уже как бы мы полностью контролируем ситуацию. Так, каллиманы воюют с западной римской империей. Кстати, западная римская империя и восточная римская империя разорвали свои союзы. Свой союз, прошу прощения. Цезарея, можно повысить налоги, порт, заказать встройку. Так, новая свита, самая развитая фракция. Ни на востоке, ни на западе нет ни одной столь развитой фракции, как мы. И столь же достойной уважения. Да, хлопаю ушами, ребятки. Мучениство святого Евсевия. Евсевий, епископ Самосатый в Сирии, принял мученическую смерть от куска черепицы, которым бросили в него во время христианской церемонии. Евсевий в 361 году бросил вызов императору Констанцию, приверженству орианства, отказавшись передать ему документы Антихийского Синода, несмотря на угрозу отсечения руки. Его решимость так потрясла Констанция, что он отпустил Евсевия целым и невредимым. Так, понятно. Так, ну здесь вроде бы ерунда. Блин, не хватило. Да, все-таки ж... Не ожидал я. Теперь он меня может зажать с двух сторон. С двух сторон может меня зажать. Сам себя я, да, загнал в ловушку. Зачем? Так ты все-таки ж придешь на помощь. Кто умрет сегодня, он покойник. Так, давайте устраним к ней остать убийцу Восточной Римской империи. Да. Я сделаю все, что... А, нельзя уже себя убить. Только на следующий ход можно. Ясно. Мой повелитель. Нельзя, да? Нельзя так поступать. Хотя, в принципе, да у него никаких шансов нету, честно говоря. Можно его и подпустить, и заодно и уничтожить. Как бы, ну он не опасный. Мой повелитель. То есть, как бы, вообще он вообще не опасный. Так, а сколько вы... Один ход. Так, может быть, слонов построим. Ну так, для разнообразия. Да, давайте один отряд слонов, ребятки, построим. Ну, чтобы так вот было веселее. Ну, в принципе... Мне действительно, мне правильно писали в комментариях, что... Компания за Сассанидов... Простая, легкая. Ну, как бы, да, действительно. Мои глаза ваши. Я просто за Сассанидов не играл. Мои глаза ваши. Так особо не играл. И, честно говоря, даже и не знаю. Ко-какой кончились, господи. Че за них... Можно делать. И чего нельзя делать. Ну, а я так понимаю, что, да, вот... В принципе, уже... Уже, да, на данном состоянии игры... Уже, в принципе, можно делать все, что хочешь. Как бы, деньги есть. Врагов нету. Города мы захватываем. В принципе, угроз тоже никаких нету. Роксоланы, да, вот, не дергаются. На севере у нас врагов нету. Вот эти вот города мы потихонечку захватываем. Здесь тоже все нормально. В принципе, здесь наши союзники. Так что... Думаю, да, вот один отряд слонов. Я могу себе позволить поэкспериментировать. Посмотреть, что это такое. С чем их вообще можно кушать. С чем их едят. Да, мой повелитель. Да, мой повелитель. Да, мой повелитель. Блин, да. Где вы? Где вы, ребятки? Вот здесь вот бургунды в поселении сарматов. Живут. А где все остальные? Куда вы ушли? Где вас искать? Вот дела, а? Ну, прям... Прям такая вот неопределенность. Так, в Саламисе давайте понизим налоги. Руднички построим. Вообще бы, да, казармы нужна. Казармы нужно построить. Кстати, давайте посмотрим. Ну да, здесь язычество. А все остальное по нулям. Здесь именно нужно вот сносить храм. Соло инвиктуса. Римский храм. И строить именно вот капище зороастризма. Так, ну да и ладно, в принципе, это все не страшно. Что у нас там по финансам? Кстати, давайте проверим. Вроде бы на 17 с половиной тысяч выходим. Ну, если вот так вот округлить. Вроде бы, как бы, как будто бы... Так, давайте, наверное, еще одного шпиона запустим. В принципе... Уже очень интересно посмотреть, что творится у нас на Балканах. Может быть, сюда вот в Италию наконец-то доберусь. Было бы тоже интересно посмотреть, что там происходит. Так, ну и сдадим ход, пожалуй. Ой, блин, ну почему я всегда вот угадываю так хорошо. Так, ну что ж, да, вот римляне все-таки же настойчиво ищут сражения с нами. Правда, войска у них, конечно же, ну... Мягко говоря, не очень. Ну и у нас тоже, мягко говоря, не очень войска. Ну, давайте сражаться. Победа уже близка. Если каждый выполнит свой долг, победа будет за нами. Пусть каждый делает свое дело, и все будет хорошо. Так, ну что ж, давайте, да, вот испытаем нашу храбрость. Так, ну вот здесь вот возвышенность хорошая. Давайте выстроим пехоту нашу. Так, стрелков. Так, ну и конницу вот эту вот можно вот так вот. позади. Враги показали, как они трусливые. К ним прибыло подкрепление, как будто дело только в количестве. Ну да, тут ты правильно заметил. Дело не только в количестве. Ну и в качестве. Так, ну что ж. Я вообще предлагаю, да, вот пока вот они подойдут к нам. У нас же все-таки же стреляющие конницы. Мы в них немножко постреляем. Так, быстренько, да, вот отступаем. Заманиваем. Так, ну вот легкая конница. Прям вот очень глупо поступила, что прям увязалась. Вражеский полководец бежал, как испуганный ребенок. А теперь атакуйте, и мы сломим их упрямство. Так, продолжаем прислинговать. Пять процентов потери у римлян, у нас ноль. Так, не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Ребятки, я что-то задумался. Так, быстренько отступаем. Римская пехота это стрелковая пехота все-таки же. Так, отступаем еще дальше. Так, ну девять процентов нормально. Нормально так, да. Нормально мы постреляли. Только вообще бы я бы перекинул конницу, наверное, вот на наш правый фланг. Потому что здесь вот все-таки же побольше сил будет. Так, ну отлично, да, вот римлян. Пока что не подпускаем. Хе, что ж ты лезешь-то легкой конницей на нашу тяжелую бронированную конницу. Глупец. Так, отступаем. Так, 29-30 процентов. У нас всего лишь один процент потерь. Так, опять. Опять отступаем. Так. Хорошо, ну даже наемники-ветераны но все равно что-то легкая конница, да? Так, хорошо, маневрируем нашей конницей. В принципе, мне кажется, что наша пехота справится. Ага, вот нифига она и не справляется. Такие ж прорвали. Прорвали оборону. Так, хорошо. Продолжаем действовать нашей конницей. В принципе, если перебить побольше войск. Так, ну что же вы, ребятки, а ну... Ё-моё. Ладно, придется подключить конницу, потому что, ну, наша пехота это... Это как бы фигня фигнёй на самом-то деле. Без конницы она не справляется. Я хотел, конечно же, действовать конницей. Именно вот уничтожать вот эти вот отступающие, но... да, но, к сожалению, да, пехота прямо нужны сагдийские воины. Так, кстати, есть верблюды, которыми можно добивать, кстати. Так, чудесно, давайте, в принципе, добивать... Враги трусливо бежали. Вытесним их с поля боя. Сегодня боги улыбаются нам. Вражеский полководец убит, и его люди потеряли мужество. Так, отлично, да? Отлично! Отлично! Сколько мы потеряли? 30 процентов. Так, восточные лучники. Так, вроде бы все остальные добиваются. Так, хорошо. Так, хорошо. Ну, 95 процентов потери. В принципе, да. Как бы, победа именно вот здесь вот открывает нам возможность атаковать Анкиру. ага, ну да, конница уставшая. Враги трусливо бежали. Вытесним их с поля боя. Так, ну давайте, ребятки, догоните хоть эти. Победа за вами. И никто не посмеет назвать ее недостойной или незаслуженной. Так, отличная безоговорочная победа. победа. Победа! Победа! что стали наградой этому наместнику, за его мне хотелось и скверный надзор за поселение. К счастью, в автокатастрофе никто не пострадал. Шучу, в катастрофе плохой. Да-да-да, как бы никто не пострадал, все целые, все довольные. Так, а здесь у нас что за растризм? 40% вызывает беспокойство. Давайте, да, вот так вот. Так, только я еще хуже сделал на самом-то деле. Угу, да-да. Я еще хуже сделал. Вражеская армия бежит. Наших врагов так мало, что они предпочли бежать и не идти на верную смерть. Может быть, они поняли, что им лучше пасти скот, копаться в грязи и рыбачить, а не лезть в войны. Самая развитая фракция западная часть Римской империи. Сами боги обучали этих людей и давали им мастерство, сделавшее их самыми развитыми в мире. Поздравляю, да. Так, у нас новые члены семьи. Кстати, в Синопедо построился храм. Давайте еще вот большой построим. Так, я вот хотел... Так, убийца Пероз. Талант к убийству. Зарастриец. Ну надо же, он еще и зарастризм распространяет. Убийца готов. А как бы в перерывах между проповедями... Зарастрица... Он убивает людей. Ну надо же. Так, давайте попробуем устранить Пруссия-убийцу Роксоланского. Убийство не удалось. Этот убийца полностью заслуживает того, чтобы выставить его тело на пожирание грифом. Вместо того, которое ожидало бы их в случае его успеха. Как бы да, не получилось. Не получилось, не вышло, ну что поделать. Так, давайте мы, наверное, вот этих вот устраним Хардад и его людей, этих горцев возле Думаты. Которые здесь, как бы в принципе, ни разу не нужны. Но они здесь есть. В общем-то, это нужно исправить. Никто меня не увидит. Хады сделаны. Я выполню любой приказ. Никто меня не увидит. Хады кончились, господин. Так. Мои уши ваши. Действуем агентами. Хады сделаны. Мои уши ваши. Не слышим. Ну, я смотрю, так, раксоланы пока что никуда не рыпаются. Но вот, в принципе, да, убийцы уже. Что-то здесь начали делать. Ну, конечно, да, это нехорошо. Но, в принципе, это не опасно. Тарсу последний ход остался. В принципе, здесь все нормально. Мой повелитель. Наемников нет, а? В общем-то, давайте вот Нарсессом осадим Анкиру. Поселение в осаде, господин. Поселение в осаде, господин. Хорошо. Приказы. Приказы. Восемь ходов. Можно ждать, можно не ждать. В принципе, спешить-то и некуда. Да, но с антивохией, конечно же, теперь тут христианство вызывает беспорядки. Зато за аэроастризм 40% идет распространение. Тут как бы, да, вот. Одновременно и хорошо, и плохо. Так, что у нас думата? Да, думата тут особо ничего хорошего и нету. Вот 80% в минус христианство. Именно в минус, в общественный порядок, дает христианство. В принципе, да, вот здесь вот плюс, здесь минус. Ну да, здесь христианство 83% в этом поселении. Поэтому, да, вот люди на религиозной почве всяческие беспорядки вызывают. Не есть это хорошо. Антиохия, кстати, может взбунтоваться. Давайте, да, вот, пару башен в банкире построим. В принципе, пускай будут. Тоже, знаете, вот как бы ждать 8 ходов, ну это. Так, ну вот, хорошие новости, я так смотрю, да, вот. Гунны подошли к Сирмию. Я выполнил любой приказ. Никто меня не увидит. Не слышу. Да, жаль, не вижу. Вот здесь вот. Македонию не вижу вот прям. Что здесь творится? Ваш покорный слуга. Так, что у нас по времени? Да, 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 нужно заканчивать, ребятки. Нужно заканчивать. Ну, давайте, да, вот. Так и быть. Сдадим еще один ход. Если будет битва, мы ее оставим на следующую серию. В принципе, да. А если нет, то быстренько вот. Тарс должен будет сдастся. Мне вот просто интересно, Антиохия взбунтуется или нет. Приказы. Ууу, да. Приказы. Ну, по крайней мере, 30. Это вообще, да. А если Антиохия взбунтуется, здесь появится, может быть, римская армия. А здесь казармы легионеров, элитные военные конюшни. Да, здесь появится хорошая римская армия. Давайте, да, вот сдадим ход, посмотрим. Наблюдаю за войсками. Ё-моё, твоё и наше. Эх. Гражданский бунт, Антиохия. Это поселение взбунтовалось, и его жители подняли оружие на своих законных хозяев и господ. Неблагодарные подлецы. Так, Тарс захвачен. Давайте мы уничтожим жителей Тарса. Сопротивление в Тарсе подавлено. Неповиновение имеет свою цену, и эти люди заплатили её кругу. Палачи утомились от своей работы. Конечно же, это не дело. Гунны воюют с Восточной Римской империей, ломбарды и готы объявили о своём союзе. Мои глаза ваши. Не слышу. Так. Кады кончились, господи. Ну, вы воюете, так чё же вы не осадите Сирмий, готы? О, гунны. Готы, гунны. Да кто-нибудь осадите этот Сирмий. Мне не важно кто. Самое главное, ребятки, ну осадите Сирмий и всё. Я что, так много прошу от вас. Ой, Тарс. Так, ладно, давайте перечитаем. Кстати, слоны. Тесифония. Давайте быстренько перечитаем. Свитки. Ну вот, вроде бы, не сильные войска. Новый член семьи. Фраат. Богам было угодно благословить нас ещё одним потомком, который сможет взять на себя власть. Так, опять же, мы самые развитые. Читать второй раз не буду. Так. Хорошо. Раз уж вы так... Раз уж вы настаиваете, ребятки, ну, придётся осадить по новой Антиохию. Здесь ещё и этот, ихний агент, наверное, приложил свою подлую лапу. Так, ладно, пускай Джуван Шер будет командовать. Вперёд! Объединяем войска. Мой повелитель. Так, подкинем ещё стрелков. Мой повелитель. В общем-то, ещё и пехотки можно докинуть. Могучий полководец. Приказы. Приказы. В общем-то, ещё вот этой вот пехоты можно подкинуть. Вперёд! Мой повелитель. Так, прошёл. Уходим! Академию для начала. Так, давайте переобучим. Мой повелитель. Так, где-то тут у меня были слоны. Так, ну что ж, да, вот один отряд слонов у нас. Родов больше. Деньги есть, можно ещё один отряд. А вдруг понравится. А у меня раз ещё один отряд слонов есть. Весело. Весело и задорно. Ой. А чё это вы так вот? Жёстко так вот. Ну, потеряли мы антиохию, да, взбунтовалась она. Ну чё, вот так вот, прям вот истерить и кричать. Так, и здесь тоже что-то не очень-то всё. Так, убийцы здесь разные ползают. Никто меня не увидит. Ходов бывших не плавит. Ходов кончились, господи. Так, хорошо. В принципе, давайте, может быть, что-нибудь построим ещё. Так, ну верфи, наверное, будут дешевле всего строить. Не знаю, как по эффективности. Ну, определённо, верфи дешевле будут, чем базарчик. Так, кузницу в хатре. В принципе, да, из хатры я хочу штопать, вытаскивать с агдийских воинов. В принципе, да. Так, ну вроде бы всё. В Александрии строится, да? В Саламисе у нас тоже строится. Ну что ж, ладно. В принципе, да, играть легко. Я благодарю тех, кто мне писали в комментариях, мол, что типа... Игра за эту фракцию лёгкая. Ну, действительно, да, ребятки. Я, честно говоря, не играл. Я когда-то давным-давно, когда только учился, я просто вот... Не знаю, как-то вот выбрал интуитивно фракцию, которая находится вот в углу карты. То есть, мне казалось, что это безопасно. И тогда вот... Ну, я не помню, честно говоря. Ну, лет 15 назад. Может быть, больше. Я как бы... Поиграл немножко за Сасанидов. Только учился играть. Вот один раз я, наверное, за них и поиграл тогда. Но я, честно говоря, и не помню, что я завоевал и вообще, что-то ли завоёвал я. Так что вот так вот. То есть, я действительно, честно вам сказал, что я не имею представления, как за них играть. Ну, в принципе, да, вот. Всё равно спасибо. Спасибо, что сказали, что это не самая сложная фракция. Теперь я действительно, вот уже на своём опыте, я знаю, да, это так. Играть очень легко. В принципе, деньги есть. Так что можно без особых проблем дальше вести завоевание. Да и вообще, знаете, вот возникает вопрос, как бы, а стоит ли дальше играть? Ну, как бы, легко, да. Ну, неинтересно, что ли. Ну, а с другой стороны, всё-таки же, да, вот. Ну, как это оставить, так вот и не доиграть? В принципе, тут-то ещё немного осталось. 20 поселений. Александрия, Иерусалим, Константинополь. Ну, Иерусалим я захвачу без особых проблем. Ну, Константинополь тоже тут вот. Ну, в принципе, да, здесь... Здесь, в принципе, да, не особо так тяжело. Но, я считаю, всё равно, да, нужно закончить. А вы что думаете по этому поводу? Пишите в комментариях, стоит ли играть дальше. Может быть, вам надоело. Или вам нравится эта кампания, и вы хотите вообще захватить всю карту? Да, мне тут подсказывают, что... Нет, нет, мы, конечно... Но это секрет. Мы не будем захватывать за Сассанида всю карту, потому что, ну, это нудно. Да-да-да. Спасибо за подсказку. Да, в общем-то, техническая группа нам показывает, что мы не будем за Сассанитов захватывать всю карту. Спасибо за подсказку. Вам спасибо за просмотр. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok